В этом году легендарному фильму «Офицеры» исполнилось 50 лет. В нем впервые прозвучала фраза «Ставшая крылатой. Есть такая профессия – Родину защищать». И именно с этих слов глава района Роман Снеговский начал торжественный прием в честь Дня защитников Отечества, поблагодарив ветеранов вооруженных сил, кадровых и военных, сотрудников МЧС, Министерства внутренних дел за верность выбранной профессии и беззаветное служение Родине. 23 февраля – День воинской славы России. Этот праздник объединяет все поколения российских солдат и офицеров. И тех, кто честно выполнял свой воинский долг в боях с врагом, и тех, кто заботится о безопасности и благополучии нашей Родины в мирные дни. На торжественный прием главы района были приглашены ветераны вооруженных сил, участники боевых действий в горячих точках, офицеры запаса, военнослужащие воинской части, ликвидаторы техногенных катастроф, сотрудники полиции, представители МЧС и казачества. С наступающим праздником собравшихся поздравили глава района Роман Снеговский и председатель районного совета Григорий Литовко. В преддверии дня защитника Отечества я хочу сказать спасибо всем тем, кто защищал нашу Родину. И Великую Отечественную войну, и интернациональные войны у нас были, и те, кто защищают нашу Родину сегодня. Это и сотрудники отдела внутренних дел, это и наши МЧСовцы, и, я не знаю, буквально все-все мужчины, которые, наверное, в любой момент готовы прийти на защиту своего Отечества. Я хочу сказать спасибо за службу, пожелать вам в преддверии этого праздника, конечно же, всем здоровья, конечно же, всем благополучия. Мы помним всех наших ветеранов Великой Отечественной войны, которые отстояли для нас наше мирное будущее. Мы помним действующие наши ребята, которые на территории инстанцированы военные части, мы всегда поддерживаем связь с ними. Мы помним о вас, дорогие коллеги, кто прошел гордил афганских, чеченских войн. И сегодня, конечно, гордимся нашим молодым поколением, которое приходит на смену. Это, наверное, самое главное, что растут настоящие защитники нашего Великого Отечества. На торжественный прием были приглашены 19 человек за плечами каждого. Годы, отданные служению Родине. Ветеран вооруженных сил Сергей Овечкин в службе посвятил более 32 лет своей жизни. Участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. За одну из операций был награжден Орденом Мужества. За выполнение заданий в Чеченской республике под Решмардами колонна попала в засаду, пришлось немножечко повоевать. Командиры наградили за это. Единственное, что с того боя мы вышли, я потерял всего лишь двух раненых, остальные солдатики остались живы. Это апрель месяц, наверное, 1996 года. Самый такой сложный был в Шатойской районе, в 1945-й полк, когда выводили. Посчитали, что нужно наградить. В военной службе нет романтики, считает Сергей Веонидович. Это сложная, ответственная работа, где самопожертвование выходит на первое место. Ради интересов Родины приходится жертвовать многим. Общением с семьей, личными интересами, воспитывать больше чужих детей, чем своих. Но и в то же время эта профессия закаляет характер. Учатся нить и беречь самое главное в жизни. За все прошедшие годы, я скажу так, что, наверное, самопожертвование. Почему? Потому что после того, как вышел на пенсию, я понял одно, что очень сильно много упустил, может быть, по воспитанию детей своих личных. Потому что почему-то воспитываешь себя чужих, а своих забываешь. Я очень много чего приобрел в этой жизни. После 95-го года я очень сильно жизнь начал любить. Не знаю, и своих учеников учу этому. Без этого никуда не денешься. Сложно, сложно. Больше всего переживал, конечно, за детей, которые подчинены, и за свою семью. Очень сильно пережил. Семья – это все. Свой вклад в безопасность страны вносят не только военные, но и те, кто в мирное время защищает жителей. Это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, спасатели и пожарные. Каждый день, порой рискуя собственной жизнью, помогают людям. Командир отделения 39-й пожарно-спасательной части Анатолий Кузьминых своей профессии отдал более трех десятков лет. Сколько пожаров тушил, не помнит. Слишком много их было. Самым важным считает – помогать людям. Работа нужна. Бывает, что и опасно, но мы как-то это не замечаем. Работа как работа. Лес тушили, скважины тушили, серьезные были пожары. А так особо уже не веду. Их столько было, что все не упомнишь. Чувствую, что это нужно людям. Особенно на пожаре это видно. Анатолию Кузьминых, а также всем приглашенным на торжественный прием глава района вручил благодарственные письма и ценные подарки. Еще раз поблагодарив их за самоотверженное служение людям и своей стране. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».